всем привет дорогие друзья с вами я тут и мы продолжаем играть в игру под названием this war of mine и я думаю что сегодня это будет у нас последняя серия надеюсь по крайней мере на это потому что получится итак эмили у нас пришла с ночной вылазки она у нас умирает от голода традиционно у нас уже все умирают так просятся девочка пойти с нами но нас это совершенно не устраивает здесь мы сейчас давайте соберем с вами мясцом здесь у нас что очень голоден опечален хорошо и девочку надо будет накормить сейчас мы ее накормим с вами так отлично давайте сюда положим с вами что-нибудь так 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 нет 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 стой стой сюда не иди сюда вот сюда так 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 что мы с вами положим положим вот такую вот компоненте ну сырую еду сделать и получим из нее две сырых еды все отлично пусть она у нас готовится у нас есть здесь еда мы сейчас тогда с вами наверно возьмем нашу девочку подопечную искру и она хочет с папой поговорить ну давай пусть поболтает почему-то она опять больна не мы не понимаю лекарства нас честно говоря нет но мы в общем то с вами вполне можем пока наверное без лекарства как-то протянуть сейчас она общается с папой играет с ним так что у нас с этим деданом так очень голоден и опечален ну давайте радио послушаем у нас в общем то ближайшее время должен быть конфликт завершён поэтому я и говорю что скорее всего ближайшее время что-то у нас должно закончится с вами может быть даже буквально один-два дня может быть это будет очень короткое видео но все идет к концу я уж не стал заканчивать в прошлом видео потому что потому что было бы очень длинным видео вот а насколько это растянется еще не понятно вот смотрите два сообщения мы с вами получили таких позитивных по поводу армии и по поводу вот предводителям армия гармонийской федерации пересекла границу беспрепятственно наступает к погорению она должна достичь города в течение двух-три дней нам еще с вами осталось придержаться буквально два-три дня и будет все за пучка 100 мы с вами будем жить счастливо и успешно так значит с девочкой мы с вами поговорили пусть она у нас съест суп давай кушай супчик есть с это и давайте отправим ее играть пусть играет отлично что у нас папой слегка бойлы болен опечален да давайте пообщаемся может быть с нашей подружкой эмилией она умирает от голода в депрессии легко ранена устала общем полный трэш ладно пусть она пока отдохнет хотя бы для начала чтобы мы могли начать с ней работать ну а мы тогда с вами сейчас поставим воду наверно есть у нас общая что для воды так нет для воды у нас ничего нет так а здесь мы что-нибудь можем сделать но эти посмотрим так здесь мы можем улучшить станок слесарный давайте сделаем улучшим его более клевым сделаем девочка с папой у нас общается отлично давайте мы пообщаемся понятно так давайте-ка мы пообщаемся да вот с вот этой мадамой так дальше девочка тоже на нас слегка больно пусть лежит выздоравливает этот кекс у нас очень голоден опечален давайте посмотрим что можно сделать смотрите можно автомат сделать бронежилет сделать ружье которое мы с вами почти получили и подарили за еду для того чтобы издать выздоровели наши друзья так ладно давайте выйдем посмотрим что здесь может быть можно сделать сейчас чтобы как-то его занять пока они там общаются нет здесь мы ничего сделать не можем выйти ну и наверное про апгрейдить тоже мы не можем да нам нужны вот куча здесь всяких деталюшек у нас принципе здесь много есть нас нет то вот этих диодиков у нас нету вот это вот штуки миксера и нету у нас запчастей но это ладно это не страшно как-нибудь я надеюсь что мы с вами все это переживем уж не так это и проблематично так ну а что у нас с эмилита она разговаривает в депрессии до умирает от голода ну и и мы сейчас с вами отправим кушать на кухню ну вот они уже почти поговорили уже договорились о том что все будет запучка 100 так деда нишка давайте мы его отправим посидеть на кресле эти ребята все тоже трепется я думаю что эту ночь нам в принципе можно даже провести в доме будет ничего такого экстраординарного я не вижу что должно произойти долго что-то не уж очень разговаривают а ну вот они поговорили отлично давайте мы ее отправим кушать этот кекс у нас пусть идет спит так и так эмили у нас поела она очень голодна давайте ей дадим еще банку тушенки раз она у нас ранена вот и положим ее спать так сами посмотрим что мы можем сделать здесь по готовке на кухне нам нужна вода выйти фильтров у нас наверно нету да надо будет делать выйти давайте сделаем фильтр тогда наверно о смотрите она фильтр то у нас нету тоже запчастей вот такая вот интересная загогулина ну что выходим тогда и завершаем день но вообще он сейчас сам уже завершится отлично тогда что мы делаем значит спать в кровати этот будет у нас охранять этот будет спать и лечь спать с ребенком да вот такой вот у нас с вами расклад давайте остаемся 32 день у нас наступают на нас напали никто не был ранен и грабитель мне удалось ничего нести мы способны защитить себя три пульки потратили так эмилия разозлился тело ссору было не просто успокойте и вот это плохо антон умирает с голода креста умирает с голодом продолжить что делать будем значит давайте начали поговорим поговорим здесь слегка болен приходит себя а умирает от голода давайте съедим баночку так отлично банку мы съели соберем наш урожай есть и давайте посадим новый да мы подло прикормку так скажем положим лакомство чтобы можно было добыть что нибудь еще и положим его спать я думаю что поспать ему не помешает девчушку мы отправим играть старика мы отправим кушать банку чё-то он как-то еле-еле ползет уже уж совсем какой-то он грустный его кстати надо спать положить давай кушай там какие-то чуваки пришли кстати давайте посмотрим мне нужна помощь ну давайте посмотрим что там за помощью нужно привет снова привет чё надо так привет нам нужно может быть позже но у нас нету да действительно чё тут уж ничего не сделаешь давайте спать пойдем где у нас наша девочка опечалена она играет рисует давайте ее вот сюда вот отправим можно кстати радио послушать может быть что-то новое есть у нас так потепление началось музыка так это мы все слышали с вами опять музыка так ну ладно выходим фиг с ним не нужно нам все это дайте поднимемся туда наверх температура уже 14 градусов уже вообще очень тепло пусть пусть искра у нас поиграет ну а эти все болеют у нас опечалена легко ранена голодна чего опечаленный быть я не понимаю этот опечален устал а этот тоже опечален в общем какие-то дурачки они на самом деле вот этому челу можно будет тогда наверно сейчас посидеть здесь на табуреточке на креслице почитать я не знаю любит он читать кстати или нет я просто старый пердун который не знает ничего я так благодарен за нашу за вашу компанию я слишком долго была в одиночестве слишком долго прикольно мы должны как-то достать еды должны что-то придумать да у нас еды завалить чувак я тебе говорю мы победим чё вы тупить это все все хотят есть но нечего ну как нечего сами полный холодильник пусть терпит мало ли что все худеют пусть как где эти к этому относятся все у нас все есть мы все выживем чего волнуетесь то ладно ждем пока этот математик у нас сойдет в нормальное состояние чтобы хотя чем пусть он устал и устал короче дайте завершать день все что сидит ждать так война окончена ребята ребята мы победили вы выжили войне е-е-е-е давайте читать сейчас будет самое интересное итак какие у нас были интересные свершения в течение игры давайте почитаем день 3 раненый ребенок эти ублюдки ранили маленького искры как они могли он всего лишь ребенок день 9 соседи в беде наши приветливые соседи попросили нас помочь им укрепить жилище мы были рады помочь им день 23 зима зима была очень холодная но по крайней мере я смог слепить снеговика жаль что моих друзей не было там я показал бы им снеговика день 24 очень больной ребенок однажды я сильно заболел я не помню уже что тогда происходило я думал я уже не отправлюсь день 25 в соседний дом попал снаряд и жильцы оказались погребены под обломками Антон помог их вытащить день 27 Кристо забрал чужие припасы день 32 прекращение огня долгожданное прекращение огня наконец-то наступило с ним закончились бои в погорении те кто смог выжить в газоноваяцкой войне никогда ее не забудут антон остался в живых но война навсегда травмировала его он так и не нашел в себе смелости эмоционально привязаться кому-нибудь и полностью посвятил себя преследованию абстрактных знаний несмотря на воссоединение со своей семьей после прекращения огня Кристо не смог забыть ужасы войны которые изменили его его жена пыталась помочь ему но он отталкивал ее и они медленно одолелись от друг от друга они остались вместе ради искры но их брак был ничем иным как пустой оболочкой того что было раньше искра и ее мать плакали в течение нескольких часов после того как наконец встретились у них у обоих были ужасные воспоминания о которых они договорились никогда не говорить в течение еще многих лет счастливого блеска не было в глазах искры она стала ужасно бояться крыс из замкнутых пространств она не может спать с выключенным светом даже спустя долгое время после войны она иногда просыпается ночью с криком Эмилия пережила войну но война оставила на ней неизгладимый след ей был поставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства она стала испытывать глубокое недоверие и ненависть к мужчинам она открыла свою собственную адвокатскую контору но дела у нее идут неважно ну что ж дорогие друзья мы с вами закончили проходить эту игру я считаю что достаточно успешно те два персонажа с которыми мы начинали они выжили большинство присоединился два персонажа мы ни одного персонажа в течение всей этой игры не потеряли единственное конечно да у нас были очень тяжелые моменты когда я думаю что умрут все то есть любой человек каждый от чиха мог просто умереть и но все равно мы выжили мы победили я вас поздравляю с этим приходите еще будет много всего интересного пока 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 пока